И всем привет, ребят, с вами Савронька, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен и разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами обсудим новый челлендж, поразмышляем насчет него, и я скажу свою версию, стоит ли покупать его, стоит ли брать боевой пропуск, и стоит ли брать все это дело ради тех устройств, которые есть у нас в этом челлендже. К сожалению, вчера я совсем забыл о том, что у нас появляется уже, ну полноценно как бы у меня сегодня, но у вас это уже как бы вчера челлендж, и я пропустил тот самый момент, чтобы почекать, заинсайдить, заанонсить и обсудить вместе с вами новый челлендж, который должен был быть только в самом-самом своем развитии в стадии анонса. Но, к сожалению, мы это делаем уже чуточку-чуточку позже, но все равно эта тема актуальна, и я считаю, что пройтись по челленджу, посмотреть, что здесь у нас есть, и высказать свою точку зрения, это та вещь, которая многим может помочь, да, с точки зрения покупки, или стоит вам, ну вообще, то есть акцентировать на этот челлендж внимание или нет. Все примерно понимают, если смотрели видеоролик, то точно понимают, что совсем скоро у нас будет хорошие 50% скидки ко дню танкиста, и по сути это предпоследний челлендж до этого ивента. И многим, как и мне, нужны кристаллы, и челлендж это та возможность, откуда эти кристаллы можно забрать. Не только кристаллы, но и дополнительно, конечно же, контейнеры, с которых также сверху могут упасть кристаллы. Но что касаемо устройств, и что касаемо красок, ну и всяких эффектов выстрела, то у нас что здесь? На 11 уровне краска вирус и синий эффект выстрела на страйкер, на 21 устройство на викинг от заморозки и устройство на викинг от оглушения, на 31 две анимированные краски золотоискатель и огненный голем, на 40-м два устройства, а именно пусковая установка уран на страйкер и обездвиживающие боеголовки на страйкер также. То есть, что касаемо урана, то, ну, наверное, даже на втором канале я запишу видос в очередной раз, потому что многие не следят за всеми видеороликами, которые у нас выходят, и там мы эту тему еще раз пообозреваем. Все-таки это то устройство, которое мне супер сильно нравится, и если, например, сравнивать, это устройство и устройство с золотой линейки, то я вам могу сказать, что уран в большом количестве ситуаций может себя показать даже лучше, чем обездвиживающие боеголовки. Когда-то обездвиживающие боеголовки были супер сильные, когда у них была моментальная чуть ли не перезарядка, и за счет этой перезарядки можно было как сбивать овердрайвы противнику, так и на постоянной основе держать противника на прицель, и еще была одна супер схема, это быстрая сводка и сразу добавка выстрела, то есть если с двух выстрелов ты противника мог убить, то это было очень и очень эффективно. Сейчас же это устройство занерплено, и оно плюс-минус, наверное, такое же, как устройство с пробитием. Оно хуже даже охотника, ну с точки зрения именно сводки, так-то понятное дело, что за счет статуса эффекта оно будет лучше, но, как по мне, на сегодняшний день это не актуальное устройство, и это не то устройство, которое имеет смысл брать из линейки с точки зрения покупки именно челленджа только ради устройства, только ради 41 уровня, да, то есть если у вас такая политика, если вы размышляете примерно так, то этот челлендж точно, ну не должен быть вам супер жестко интересен, да, потому что, ну устройство не сильное, да, и, ну линейка такая себе, да, то есть не супер приятная. Что касаемо Викинга Легаси, то, в принципе, эта вещь может замотивировать многих, да, и если вы помимо устройства смотрите на скин, и у вас этого скина нету, то, понятное дело, что если бы, например, у меня бы не было Викинга Легаси, я бы уже бы 100% сразу же бы приобретал бы этот челлендж только исключительно из-за Викинга Легаси. То есть один из самых красивых и, ну, наверное, приятных, я бы сказал так, скинов в нашей игре, и я бы на него акцентировал внимание, если бы у меня бы его не было. Но, если у вас есть этот скин, то, понятное дело, что при получении такого устройства, если у вас, например, нет устройства, либо тех устройств на корпус, которые есть на Викинг от оглушения, ну это тоже слабое устройство, да, то есть сейчас, с моей точки зрения, на Викинг, ну и вообще на любой корпус, есть два статус-эффекта, которые жестче всего работают, да, это иммунка от Эмми и иммунка от пробития. Когда-то Эмми было чуть жестче, и я на постоянной основе играл с Эмми, сейчас, по моему мнению, наоборот, иммунка от пробития намного жестче, и я играю практически всегда с иммункой от пробития. Все это связано, конечно же, с паладином, с тем раскладом, что при прожатии противника паладина овердрайва он наносит пробития, а если у вас иммуночка стоит, то как раз-таки он никакие статус-эффекты вам не наносит, и вы спокойно можете контрить даже прожатого паладина. Поэтому здесь даже устройство на корпус не выглядит суперинтересным. Но, если вам интересна моя точка зрения и вообще в целом моя позиция, то есть вы знаете, что я на основе-то вообще железно всегда покупаю челленджа, потому что у меня танкойны приходят откуда-то, то с турниров, то что-то там выиграл, то еще что-то. И я постоянно покупаю только ради того, чтобы получить дополнительные конты и кристаллы. Но, например, на бездонате я тоже выиграл танкойны, но у меня нет такое большое количество. Но все равно я там буду покупать этот челлендж. Хоть и у меня, может быть, там и есть этот викинг, либо там даже его нету. То есть не имеет значения, есть у меня этот викинг или нету там. Я при любом раскладе возьму челлендж ради того, чтобы заформить с золотой линейки дополнительные кристаллы, дополнительные контейнеры, потому что совсем скоро нас ждут хорошие скидочки. И после того, как мы на свои аккаунты получили с танкофонда кризисы и броненосцы и сильные устройства, а пушек у меня на эти устройства тоже нету, то понятное дело, что мне нужны кристаллы. И я постараюсь хотя бы хоть какой-то процент дополнительный с челленджа, конечно же, получить с этой золотой линейки. Поэтому тут уже все зависит только и только от вас. Акцентируете внимание чисто в устройство, то, наверное, этот челлендж не для вас. Вы можете сэкономить свои танкоины. Если же нужны кристаллы, 100% берем. Нужен викинг, 100% берем. Поэтому моя позиция примерно такая. Пишите, что вы думаете по поводу челленджа. Пишите, что вы думаете по поводу устройств. Будете покупать, не будете покупать. У вас есть ли определенный интерес в этом челлендже или нету. Ну и, конечно же, поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, когда мне пускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный атак это тактимпэ. Если у вас никакой атакт не стоит, либо там стоит и вы там не пользуетесь или не знаете, как это работает, делом, поставьте вот этот вот замечательный атакт в виде темпэ. Будете поддерживать меня, ну и имейте возможность поучаствовать в розыгрыше на 20 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов. Вся информация... Ой, 2 миллиона кристаллов сказал бы, не фиг я себя загнул. Лямчик, лямчик. Пока что лямчик. Пока что лямчик. Если будут жесткие акки, может и 2 лямчика будет. Но пока что лямчик. Поэтому смотрите, чекайте, если кто еще не в курсе. В описании формочка есть. Можете заполнить, если монеты накидываете и поучаствовать тоже в этом интересном розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok